в эфире программа правда которую вы должны знать сегодня у меня необычная тема сегодня я хочу поговорить об одном телесериале который существует уже многие годы он начал выходить еще в далеком 1963 году и шел приблизительно до 80-х годов он исчез и в 90 я не помню шестом или седьмом году его опять перезапустили но сделали его уже более качественным более современным это очень серьезный сериал это фантастика но также имеет много разных стилей это и комедия это и приключения это и боевик и триллер и мелодрама разные стили это очень уникальный и сверхъестественный сериал сделал он в британии британской компании bdc на сегодняшний день уже идет девятый сезон это сериал называется доктор кто не надо пулять с доктором хаус доктор хаус это американский сериал о врачах не трогаете подробно и трогает ли здраво доктор что это за история некий человек некий пришелец другой пони нет синию будку используя эту синюю будку он летает по времени и пространству эта синяя будка это наши времени и он этот доктор он назывался доктором вот ни один вечер и всегда с ним путешествуют разные люди. Обычно это один. Бывают и два человека. Но почему я вот так ни с того ни с сего начинаю в этом сериале? Что у меня такого интересного? Это якобы обычная фантастика. Нет. Я хочу, чтобы прямо сейчас вы меня услышали. Очень серьезно. Это очень серьезный сериал о духовных вещах. Итак, если вы верующий человек и верите в Бога, хотите ближе познать Бога и получить откровение от Бога, вы просмотрите все сезоны сериала Доктор Кто. Все равно же идет 9 сезон. Вы не понимаете, что вас ожидает, когда вы будете смотреть этот сериал. Более того, скажу. Создатели этого сериала Рассел Т. Дэвис и Стивен Моффетт. Это люди, которые пишут сценарии этого фильма и люди, которые ищут финансы для продолжения сериала. Если мы изучим этих людей, кстати, очень мало информации об этих людях. Они такие люди, которые не любят себя афишировать. Но тем не менее, я зашел информацию о этих людях. Это люди верующие. У них разные взгляды на Бога, но тем не менее, это люди, которые знают Бога. И они таким образом проповедуют Бога. Через этот сериал Доктор Кто. В этом сериале рассматриваются такие темы. Ад, рай, эмоции, любовь, чувства, вера, надежда, любовь. Тысячи и тысячи разных тем, которые затрагиваются на этом сериале. Лично я, когда смотрю этот сериал, я получаю такое количество отклинений от Бога, я получаю такое количество ответов на свои вопросы, что даже себе нереально представляют. Поэтому сегодня я делаю небольшую рекламу на сериале. Кстати, я не требую денег у Расселла Ти Дэвиса и у Стивена Мохота за эту рекламу. Это мое личное желание. сделать рекламу лично вам об этом сериале. Поэтому запомните Доктор Кто. И если вы хотите получить Трайм, прекрасно провести время, посмеяться и отдохнуть, получить грандиозную информацию и откровение прямо с небес, хотите круто провести свое время, вы включите интернет и наберете телесериал Доктор Кто. И посмотрите. Советую посмотреть с самого первого сезона. Если смотреть с второго, с третьего, с пятого сезона, уже неинтересно. И с самого первого сезона. Напоминаю, сейчас 9. В каждом сезоне не там не 50, не 100 серий. Всего лишь 15 серий. ну как есть сезоны 9 серий, есть сезоны 15 серий. 15 это максимум. Поэтому все эти 9 соток вы посмотрите очень быстро. Ну, наверное. Я вам советую. Повторяю, что этот сериал вам даст? Это не только хорошо провести время, отдохнуть, посмеяться, это еще получить знание. Знание от самого Бога. Потому что именно этот сериал, не христианский сериал, черепает всю информацию прямо с Библии. Поэтому если вы верите в Бога, будете смотреть сериал Доктор Кто. Поэтому если вы не верите в Бога, хотите просто круто провести время, вы будете смотреть сериал Доктор Кто. И будете получать такой заряд энергии на весь день ваш. И неделю, месяц, год, который вы даже себе не можете представить. Люди, которые принимают участие в этом сериале, это очень известные люди в Великобритании и Америке. Поэтому вы также можете увидеть в этом сериале ваших хороших людей, которые вам интересны. которых вы видели в фильмах, музыке. Люди, которые принимают участие в этих сериалах, это не только актеры, но также музыканты, люди искусства, театра. Стивен Моффорд и Расслит и Дэвис, они привлекают известных людей в этот сериал. Есть также неизвестные. Одно могу сказать точно. Специфика и графика этого фильма невероятны. Более того, скажу, специфекты тоже фантастические. Поэтому, если вам нравятся подобные фильмы и подобные вещи, вы просто наберете в Гугле или в Ютубе. Ну, мне угодно. Сериал Доктор Кто? Ну, все. И смотрите, и наслаждайтесь. Доктор Кто? Смотри, наслаждайтесь.